И так, кажется, мы нашли то, что мы искали последние полтора дня. Это гаджет под названием Samsung Galaxy Note 8.0. Либо, как мы любим это называть, просто Note 8. Вот такой планшет. Очевидно, это конкурент планшету под названием Apple iPad Mini. Выглядит как такой слегка увеличенный Galaxy S3. Пожалуйста, сравниваем. В общем-то, все примерно так же и расположено. Судя по тому, что сверху есть динамик, это можно использовать как телефон и даже есть соответствующая менюшка. Так вот, набираем какой-нибудь телефон, говорим, алло, здравствуйте. Естественно, работает переориентация экрана в альбомный вид, потому что это все-таки планшет. Работает достаточно шустро. Здесь стоит система Android 4.1.2 с интерфейсом TouchWiz, в состав которой входит еще вот такая новая панелька для быстрого доступа к разным приложениям. Теперь об аппаратной начинке. Здесь установлен 4-х ядерный процессор с тактовой частотой 1,6 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 16 или 32 ГБ памяти основной. Кроме того, есть возможность установить карточку памяти microSD, причем не просто microSD, а microSD XC, то есть до 64 ГБ. Очень удобно, очень хорошо. Здесь, также на этом торце есть слот для сим-карты. Соответственно, будет вариант с Wi-Fi, только с Wi-Fi, либо Wi-Fi плюс 3G, что неплохо. Снизу порт microUSB и пара динамиков. Скажем так, на левом, в общем, на углу есть пенал для стилуса S-Pen, как это водится. Стандартный стилус с кнопочкой, которая позволяет делать рукописные записки и всяческие заметки, рисунки, наброски, скетчи и так далее. Левый торец даже немножечко интереснее. Здесь есть инфракрасный порт, помимо кнопки блокировки экрана и регулятора громкости. Судя по тому, что здесь есть иго-порт, есть и специальный софт для управления различной бытовой техникой дома. Пройдемся по другим интересным вещам, например, по камере. Здесь установлена камера на 5 Мп. Работает не то, чтобы очень стремительно, но в условиях не самой лучшей освещенности показывает, в принципе, не самые плохие результаты, какие возможны. На передней панели, помимо датчиков освещенности и приближения к уху, есть еще камера с разрешением 1,3 Мп. То есть, можно писать видео в HD и для Skype, поэтому, на мой взгляд, вполне хватает. Весит таблетка 338 граммов, что реально очень легко и в руке лежит действительно неплохо. Одной рукой я могу его взять совершенно просто. Левый, правый – не вопрос. Берем S-Pen и, например, начинаем писать какую-нибудь заметочку. Здравствуйте, ребята. Вопрос, сколько эта штука будет стоить, пока не вполне понятно. Никто нам не может сказать. Но, если цена будет колебаться в районе 12-16 тысяч рублей, что, в принципе, вполне реально, потому что в последнее время компания Samsung хорошо взялась за тему ценовой политики, то, я думаю, его ждет успех. Вот такое вот устройство Samsung Galaxy Note 8.0 на MWC 2013. Следите за на мобайл, мы будем показывать вам еще много интересного.